Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Бизнес-среда» передача о предпринимателях и для предпринимателей. Сегодня в выпуске вы увидите. Как повысить качество и доступность государственных услуг. Что необходимо знать экспортерам для успеха. И секреты от тех, кто успеха уже достиг. О повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг Чувакской Республики говорили на пресс-конференции заместителя министра экономики Инны Антоновой и руководителя МФЦ Елены Викторовой. Практически за любой государственной или муниципальной услугой в одно окно. Причем недалеко от дома и не дольше 15 минут в очереди. Вот что на деле означает указ президента от 7 мая 2012-го. Чтобы распоряжение главы государства выполнялось, в Чуваше уже работает 26 так называемых многофункциональных центров с 94-мя окнами. Еще 232 окна принимают в районах на базе модульных библиотек. Однако такое количество охватывает только 55% жителей. Дотянуть до 90% планируют как раз к сроку, к концу 2015-го года. В Чебоксарах, к примеру, свой МФЦ появится в Калининском районе. В Северо-Западном под эти цели реконструируют здание по улице Энгельса. А в Юго-Западном окна разместят в ДК «Салют». Кстати, расти будет не только количество окон, но и услуг. Вообще в многофункциональных центрах сейчас предоставляется более 90 видов услуг, результатами которых является получение возможных справок, свидетельств, сертификатов, лицензий и прочих документов. И оказывается 18 услуг федеральных органов исполнительной власти, до 40 услуг республиканских органов власти и от 20 до 40 видов муниципальных услуг. Но это в зависимости от муниципалитета, от востребованности. Сейчас самые популярные услуги те, что оказывает Росреестр и миграционная служба. Впрочем, в некоторых районах МФЦ уже взяли на себя и часть функции ЗАГСа. Это и подача заявления на регистрацию брака, и заявление о расторжении брака, и получение свидетельства о смерти, то есть весь перечень услуг Росреестр и регистрация рождения. В столичном МФЦ такое пока только в планах. Кстати, список услуг, которые оказывают в МФЦ сейчас, можно найти на сайте организации. Республиканский Центр экспортной поддержки регулярно проводит различные семинары для экспортеров. На этот раз состоялись бесплатные курсы повышения квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Слушатели не только узнали много нового и полезного, но и получили соответствующее удостоверение государственного образца. Курсы повышения квалификации организовал региональный институт технологии и управления совместно с Центром экспортной поддержки Чувашии. Как отмечает руководитель Центра Александр Рыбаков, миссия учреждения – увеличение объемов экспорта, поддержка предпринимателей, которые еще не осуществляют экспортные операции, но планируют. После вступления в ИТО очень резко начала уменьшаться защита внутреннего рынка. И мы понимаем, что импорт будет в Российскую Федерацию только увеличиваться. Все это говорит о том, что наши предприятия должны задумываться о рынках сбыта не только внутри России, но и за рубеж. События, которые происходят на Украине, свидетельствуют о том, что, скорее всего, товарооборот с данной стороной возможно уменьшится. Если взять прошлый год, то у нас примерно 40% экспорта было именно в Украину. Это говорит о том, что в течение года мы должны еще раз с предприятием посмотреть, на какие страны стоит обратить внимание. К великому сожалению, наши работодатели и многие, которые хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, в теоретическом плане мало подкованы. С учетом всего этого изложенного, мы решили организовать, Институт вышел инициатором в этом плане, организовать обучение всех желающих начать предпринимательскую деятельность. В качестве лекторов на курсах выступают известные и авторитетные бизнес-тренеры из разных регионов страны. К примеру, Петр Травинский, эксперт комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы России. Главная цель его занятий – научить наших предпринимателей правилам работы на международных рынках. Как искать партнеров? Какие риски существуют? Где искать информацию по тем или иным вопросам? В этот раз особое внимание уделили вопросам налогообложения внешнеторговых операций. В соответствии с действующим законодательством, экспортеры после экспорта товара имеют право возместить НДС, уплаченный по этому товару при производстве, при изготовлении на территории Российской Федерации. Эта проблема очень сложная, бюджеты у нас дефицитные, налоговые органы очень неохотно возмещают этот НДС. Приходится буквально, так сказать, выцарапывать его о том, как организовать работу по возмещению этого налога, как необходимо подготовить документы. Пообщаться с ведущими экспертами в области введения организации внешнеэкономической деятельности на предприятии пройти обучение можно бесплатно. По итогам прохождения курсов выдаются удостоверения государственного образца о повышении квалификации. Сегодня в нашей традиционной рубрике «История успеха» мы побеседуем с Натальей Синьковой, директором ООО «Полиграфия», которая начинала свой путь в этом бизнесе с менеджера по продажам полиграфических услуг. Добрый день, Наталья. Мы сегодня у вас в гостях в вашем офисе. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея заниматься подобным бизнесом. Ранее я уже работала в полиграфической компании. Затем я отучилась и решила сама заняться предпринимательством. Благодаря тому опыту, который я приобрела, работая менеджером ранее в другой компании, и учебе, я как бы воссоздала то, что сейчас мы делаем, то, что у нас есть. Мы занимаемся полиграфией, персонализацией сувенирной продукцией. Также мы занимаемся наружной рекламой по городу. А что вам больше всего нравится в вашей работе? В нашей работе мне больше всего нравится реализация тех проектов, с которыми пришел заказчик. Потому что заказчик приходит изначально с какой-то идеей, которые мы с помощью дизайнера воплощаем и реализуем. Будь то начиная с визитки, календари, ежедневники. То есть это все реализация проектов, задумок самого заказчика, которому просто помогаем ему привоплотить в жизнь. А как вы узнали о возможности размещения в республиканском бизнес-инкубаторе? И как вам это помогает? Мы узнали на сайте economy.com.ru, подготовили соответствующие документы, подали заявку, подготовили бизнес-план. После этого прошел конкурс, и мы здесь разместились. Условия, которые предоставляет республиканский бизнес-инкубатор, они очень выгодны для предпринимателей и по расположению, и по цене аренды для центра города. Мы можем получить в любой момент консультацию по разным вопросам, юридическим, каким-либо экономическим. По сдаче отчетности очень удобно. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных проектах, которые вы уже успели реализовать. За время существования нашей организации мы осуществили очень много интересных проектов. У нас очень расширяется круг знакомых предприятий, заводов нашего региона. Недавно с одной из строительных компаний мы реализовали совместный проект, разработали каталог о их строительных объектах, которые включают не только жилые дома, но также и детские сады нашего города. Мне кажется, что каталог получился очень удачным, который помогает им в реализации их планов. Мы перед Новым годом реализовали проект. Детей поздравляли в детских домах, отпечатали очень большой тираж открыток для их поздравления. Ну и будем стремиться, стараться участвовать в новых проектах. Наш традиционный вопрос ко всем предпринимателям. Расскажите о вашем жизненном кредо. Если это касается нашей компании, то у нас есть слоган нашей компании, который звучит так – «Заяви о себе красиво». Минэкономразвитие Чувашии принимает заявки на возмещение части затрат, связанных с разработкой, внедрением, производством, а также реализацией товаров, работы, услуг инновационным компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории Чувашской Республики. Куда следует обращаться, чтобы грамотно подготовить заявку? Разъяснил руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Михаил Яковлев. Республиканский бизнес-инкубатор в 2014 году продолжает прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также оказывает содействие в формировании комплекта документов для получения той или иной формы государственной поддержки. Для получения профессиональной консультации рекомендую вам обратиться в Республиканский бизнес-инкубатор к нам, к нашим сотрудникам на Ленина 12-Б, 411 кабинет. Наш выпуск завершен. Напоминаем, что о самых последних новостях вы можете узнавать на официальном сайте Минэкономразвития Чуваши. Всего вам доброго и удачи в делах! Минэкономразвития Чуваши Минэкономразвития Чуваши